Здравия желаю, комрады! На связи, как всегда, Блэквинг, и это очередная серия по JGT Lens 2 1.13 с модом Urban Chaos и на улучшенном искусственном интеллекте от Seven. Что ж, в предыдущей серии наш второй отряд взял под свой контроль город Готэм полностью и сделали это без единой царапины. В связи с чем, считаю, что теперь второй отряд у нас носит почетное звание Элитный и идет наравне по боевому опыту вместе с первым отрядом. Ура, товарищи, ура! Также, затем, за кадром мы отошли в сектор И-6 и там занялись обучением, занялись тренировкой навыков и занялись починкой вещей. Также было выяснено, что Аим с нами снова готов сотрудничать и, естественно, я воспользовался этой самой возможностью, наняв доктора Лору Коллин, которая будет у нас во втором отряде за место МД, ну а Мэри Бетт будет отправлена обратно к булочке и они будут вместе гонять зеленых новобранцев до уровня синих алкашей. Итак, пока наш автоматчик-санитар и бесшумный убийца летит на самолете, вытянув ножки, попивая кофе и посылая весь этот карантин в самоизоляции куда подальше, наши бойцы, как я уже сказал, занимаются тем, чем я уже озвучил. И почему мы отошли, а не стали закрепляться в том самом секторе, в котором мы остановились? Вопросы к автору мода, который неизвестно почему принял решение не включать сектор J-6 в, скажем так, городской предел Готэма, но зато включил неизвестно по какой причине туда сектор H-5, который вообще к Готэму не относится, это чисто ферма. Почему так, я не знаю, это вопросы действительно к автору, но что поделать? Значит, будет у нас тут стоять небольшой стратегический резерв ополчения, который, если что, будет переброшен в Готэм обратно. Итак, что еще? Ах, да, чуть было не забыл, я наконец-то понял, как собирать штурмовые винтовки, я уже говорил, что не могу понять, как их собирать, но благодаря тому, что я расшифровал дискету со списком МОК, которую мы получили с трупа Майка, еще раз спасибо Эмми, и благодаря тому, что в контратаке на фабрику Калиста противник оставил два Кольта 607 и 920, а их можно было разобрать без особых проблем, и это было получено за кадром, когда я испытывал дробовики АА-12 в лице второго отряда. Так вот, благодаря всему этому я понял, как собирать эти самые штурмовые винтовочки, из двух верхних и нижнего узла, какие у нас есть. То есть мы, допустим, берем верхний узел от карабина 300-го калибра, ну, 300 блэк отор, не знаю, есть ли такой или нет, ну, точнее, блэк отор, но не суть. Берем мы верхний узел, берем мы нижний узел А4, который позволяет вести огонь с очередями, очередями с отсечкой, но не позволяет нам вести огонь очередями, и складываем верхний узел с нижним, а не нижний с верхним, как я пытался сделать. То есть если мы сложим сейчас верхний узел с нижним, вот у нас получается новая штурмовая винтовка, новый карабин. Можно ее разобрать обратно через шестереночку и надпись Сепарат Рецеверс, или как там ее правильно. То есть взяли, разобрали, все, у нас опять верхний и нижний узел. То же самое и с верхним узлом для хекклера Кох-416. Вот она, пожалуйста, Д-20РС, правда она, но тем не менее. Теперь мы знаем, как получать новые штурмовые винтовки. Но пока я это делать не буду, поскольку еще подумаю, чем вооружает лору, которая прилетит у нас и получит вещи погибшего МД. Итак, сегодня в планах у нас, как я и говорил, зачистка метро города Рокс, поскольку Рокс не дает нам возможно тренировать ополчение ни в секторе К-4, ни из сектора Дж-4. Я сломаю язык, наверное, с этим английским. И если после освобождения метро города Рокса мы сможем тренировать здесь ополчение, то мы оставимся первым отрядом здесь на время, чтобы закрепиться. Если же ополчение тренировать также нельзя, то я переброшу своих бойцов в Дрейк, и там я уже подумаю, каким образом вытащить из Дрейка часть ополчения и загнать его в Рокс без тренировки мобильной группы. Ну, либо сами натренируем мобильную группу, потому что ребята в Дрейке не успевают дотренировывать ополчение, к моему большому сожалению, но... Ладно, это уже я все сказал, что хотел сказать. Итак, заодно мы сегодня испытаем 2 штурмовые винтовочки SCAR, которые мы достали еще из склада контрабандистов. Это снайперская, как заявляет, винтовка FN SCAR HSV. Но так как Элли у нас является автоматчиком и стрелком, она справится с ней одинаково хорошо. Тем более, что эта винтовка имеет автоматический огонь. И вторая у нас... Точнее, второй штурмовый карабин у нас FN SCAR HCQC. Надеюсь, я правильно прочитал. Если неправильно Эми, которая мне это говорила, правильное название, точнее, прости меня, я мог его забыть. Поэтому сегодня мы испытаем 2 этих SCAR, посмотрим, на что они способны. Спускаемся тогда вниз. И начнем зачистку. Ребята, что-то... Ребятам что-то не нравится. Такс, теперь. Немножко ошибся я опять с кнопкой, а теперь делаем следующим образом. Команда, иди сюда. Китсуна, тоже иди сюда. Леопард. Следом за Кама. Да, а Леопарду не дают пройти, поскольку немножечко жирная ястреб решила встать прямо на проходе. Ну ничего, это дело поправимое. Так, мы теперь разворачиваемся в эту сторону, укладываемся. Немножко... Я-то думал сейчас одновременно хотя бы развернуться, но, как оказалось, нет. Ничего подобного. Так, хорошо. Да, мисклики. Обожаю мисклики. Дважды обожаю. Ай, ох уж это червячное изображение. Так, ладно, хорошо, мы развернулись в эту сторону. Теперь. Так, местные гопари, но местные гопари пока меня не волнуют. Ты меня тренируешь, что ли, сонок? Подходим поближе. Так, теперь здесь, по-моему... Опа! Дверь. Техномаг, иди как к двери. Сейчас сделаем следующим образом. Да не надо мне здесь никакого подзначения, не собираюсь оттуда никуда спаливать. Так, понятно. Просто так игра нам уже здесь не даст занять все позиции. Так, щит тогда держит дверь на прицеле. Фея допает следом за техномагом. Звезда у нас сейчас будет, как гневая поддержка, ястреб и Марсу. Элли тоже пойдет он за техномагом. Затем наши штурмовики в лице команды Леопарда и Китсуны защитят этот пятачок. Если кто-то здесь появится, мы его тоже отстрелим. И затем выдвинемся либо по северной стороне, либо пойдем помогать на южной. Не знаю, сколько здесь есть противников. Но я надеюсь, что мы должны справиться. Стоим опасно прямо на границе зоны его видимости. Но по-тихому его снять пока не получится. Так. Давай-ка еще раз. Если он сейчас пойдет сюда, он засвечет команда. Если же он пойдет куда-то в ту сторону, это будет весьма и весьма радостно. По крайней мере, для меня уж точно. Это будет весьма и весьма радостно. Давай-ка все-таки попробуем сейчас достать свой винторез. И на следующем ходу попробуем его по-тихому устранить. Так, давай. Подходим к двери. Открыть ее пока не можем, ничего страшного. Девочки тоже давайте следом. Звезда сюда. Щит пока дверь на прицеле не держит. Поскольку мы еще не обнаружены, противник еще не устраивает нам перестрелку. Так, хорошо. Он ушел. Можно по-тихому, конечно, попробовать устранить этого гопника. Я не спорю. Так, а это у нас... Ага. Крашер какой-то. Этот у нас засранец предводитель гопников. Гопниковский предводитель. Если мы сейчас попробуем пристрелить вот этого, попадем мы по нему или нет? Можно как вариант попробовать грохнуть крашера? Давай. Чего? А вроде мужик. Хе. Ох уж это толерастие. Так, ладно, хорошо. Здесь тогда открываем по-тихому дверь. Круто. Здесь. Пока ложимся. Не провоцируем здесь никого. Или иди сюда. Щит тоже подтягивается. Звезда пока сюда. Так, штурмовики пока не обращают на себя внимания. Не понял. Кто-то тревогу, что ли, поднял? Здесь быстро мелькнула надпись. Противник поднял тревогу. Действительно. Пошли. Так, это у нас гопник. С гопником-то мы ладно, сейчас разберемся. Так. Фея, давай внутрь. Шуметь, конечно, не хочется, но придется уже. Не убит. Этого уложили. Здесь я никого не вижу, что достаточно замечательно. Вырубаем всем тогда тихий режим. Или пошла. Здесь укладываемся. Щит, давай поближе. Да, не удалось нам крашера по-тихому завалить, поэтому обратно. Свой СВК. Так, здравствуй, моя дорогая. И до свидания. Здесь тем временем. Чуть назад. Укладываемся. Так. Леопард, иди сюда. Четырехкратку уберем, попробуем с коллиматора ее грохнуть. Хорош. Назад. Назад. Дальше. А вот с Акейн мы сейчас поступим немножечко по-другому. Мы сейчас подойдем сюда. И взорвем дым под нашими штурмовиками. Чтобы ни одна такая наглая рожа по нам здесь не стреляла и по нам здесь не попадала. Потому что ну их нафиг. Черт его знает, что они там еще удумают. Странно, конечно, что враг поднял тревогу, но это скорее всего здесь стоял и подсветил. Так, я не понял. Это что за наглость такая? Ну-ка, стоять. Работаем. Так, еще один местный гопарь, который явно передумал сюда идти. Можно тогда не зачищать этот пятачок. Но я все-таки попробую выйти сейчас и посмотреть, что здесь есть. Так, раз, два. Но этот третий. Значит, в этом пятачке уже больше никого не осталось. Хорошо. Возвращаемся тогда. Пятачок пока не трогаем. А вот Акейн я сейчас стяну к южной группировке. Здесь. Техномаг пошел за машину. Так, сюда, я думаю, лучше будет фею перебросить. У нее есть четырехкратка. Ищи, шмали-ка по этой бабе. Попал, но не добил. Давай, выходим пока отсюда. Так, Элли. Иди-ка сейчас сюда. Можешь улечься даже. Ну а наша феечка, как обладатель за счастливые четырехкратки, попадет. По этой гопарне, но не пристрелит ее. Достаточно грустно. Немножечко. Здесь ребята по-прежнему остаются на месте. Пока что. Штурмовик есть. Если что, сейчас у нас пустится обратно. Кстати, давай мы его сейчас добьем, чтобы он здесь не мучился. Все, хорош. Так. Местный командир, которого мы видели с самого начала. Марс, положи его. Пусть отдохнет. Я беру от тебя твою жизнь. Следующий, это твоя дигната. Хорош. Пускай полежат в рядочек. Можно, конечно, бросить гранату, но здесь у нас есть гражданский батрендер и тоже какой-то торговец. Так что, его пока мы не трогаем. Надеюсь, по крайней мере. Так, теперь может стрелять ястреб. Замечательно. Давай-ка опрокинем сейчас вот это чудо. Вот это чудо. Перенесем огонь на командира, чтобы он там сильно не рыпался. Теперь. Огонь по стрелку. Я не знаю, ты там скончаешься или нет. Нет, не сдохнешь еще. Огонь. Близко. Команда, помоги ему. Красава. Штурмаки пока остаются здесь. Так, вот этого я, пожалуй, сейчас подстрелю с четырех кратки. Чтобы они там особо не рыпались. Дальше. Элли пошла. За этим гражданским укроемся, как за живым щитом. Я надеюсь, он здесь не будет против. Техномаг, обходим сюда. Пойдем по дальнему пути. Фея. Лежит наша бабонька, лежит. Теперь померла. Ложимся обратно. Окей, ты в принципе можешь... Хотя беги сейчас к техномагу. Дальше щита. Перебрасываю сюда пока что. Сильно не палимся. Здесь у нас стоит гражданский. Будем его использовать как живой щит. Пусть пока стоит. Я не знаю, что я просто... Привет. Ах, щит! Так, вот то, что ты здесь залег, это, конечно, совсем грустно. По крайней мере, для меня уж точно. Хорошо. Перехват для Марса. Огонь. Подбросила ствол, но прошибла его напрочь. Ха! Так, вот то, что этот здесь у нас, конечно, завалился, это совсем грустно для меня. Для нас здесь тут его позиция достаточно грустная. Попробовать его прострелить. Где-то здесь он валяется. Ну, гражданского-то зачем? Ну, ладно, гражданского мы зацепили, а этот у нас просто валяется пока что. Щит его здесь не прострелит, к моему большому сожалению. Давай-ка сейчас приподнимемся, может быть, у нас будет шанс на перехват. Звезду я пока отсюда убираю. Так, товарищи штурмовики, чуть поближе. Хотя у нас скоро здесь кончится дым, но... Ястреб я тоже подведу немножко поближе. В принципе, Марса можно тоже. Сектор ведения огня нам здесь позволяет. Еще один. Не попали, но ладно. Сейчас мы тогда отойдем немножко назад, чтобы он не смог нас здесь прострелить. И затем будем сечь вот этот угол. Но это уже какой-то... Четвертый, по-моему, по счету противник. Нет, пятый. Пятый, который пытается сюда пробежать. Сколько вас здесь на самом-то деле? Так. Вот этого, пожалуйста, мне опрокиньте. Точнее, эту. Держаться. Дальше, Элли. Только по-гражданскому опять не попадите. Он твоя единственная защита, понимаешь это? Противнику отсюда не позволяем вообще подняться. Тем более, что мы по нему попали. Попробовать выстрелить одиночную хотя бы. Ладно. Это вне наших полномочий. Я слушаю. Дальше. Ну, опасно так, конечно, выбегать. Поэтому давай сейчас здесь попробуем. За ящиками обойти. Так. Фея пасет. Щит пасет. Звезда подтягивается. Дальше. Штурмаяки, как я сказал, немножечко на клеточке назад. Ястреб Марс здесь все держит. Хорошо. Держи. Давай добьем их сразу. Я не думаю, что трупа очередного им здесь не хватит, чтобы понять, что сюда соваться не рекомендуется. Ну, гражданским-то на это, конечно, плевать. Попробуем подстрелить его по ногам. Хотя с такого-то расстояния... Ну, я иного выхода не ожидал. Точнее, иного исхода не ожидал. Работай, ястреб. Дальше. Элли продолжает у нас здесь по-прежнему поливать... Огнем. ...противника, тем более, он там сдох, по-моему. Тем более, он там сдох. Замечательно. Китсуны, давай поближе. Звезда в помощь. Элли. Здесь ребята по-прежнему все пасут. Техномага, единственное, что... Сейчас поближе маленько подведу. Кстати, можно будет попробовать здесь, через это помещение, срезать. Ну, враг понял, что ему здесь сейчас что-то грозит. И уже отсюда не выбегает. Сделаем вид, что ты стал умным. Хорошо. Так, Элли перезарядилась. Замечательно. Пока остаемся за нашим живым щитом, потом выдвинемся в эту сторону. Дальше. Товарищи штурмовики, я не думаю, что... Но здесь, конечно, есть какой-то проход, ну ладно. Если бы здесь кто-то был, он бы уже по нам шмалял, поэтому пока штурмовики у нас остаются на месте. Так, пройти нам... Нет, здесь можно пройти. Штурм группу мы тоже убираем отсюда. Пока оставим там ястребки и Марса. Снайпер и пулеметчик нам прекрасно справятся. Хорошо. Никто особо не рыпается. Но только стоило сказать, как это... Опять же, этот же самый копник. Ребята, вас ничему жизнь не учит, а? Так, ястреб у нас без патронов, но ничего страшного. Без боеприпасов, конечно. Так, поползли также в тихом режиме, пока поползем. Чтобы не провоцировать излишнее телодвижение в нашу сторону. Дальше. Окейн. Давай-ка сюда. За эту машинку. Развернуться мы пока не можем. Техномаг, если что, вас страхует. И здесь ребята вас тоже сверху страхуют. Хотя нет, Окейн сейчас придется отсюда убирать. Потому что еще неизвестно, кто у нас здесь... Это что там было? Это кто настолько нагрой? Держи. Так, еще одно чудовище. Местные гопори... Местные гопори движутся. Движутся в нашу сторону, желая отомстить за смерть своего... ...главаря, который я грохнул еще в... ...в грамме. Точнее, не в грамме, а в... ...дрейке. Ну, не будем им мешать. Так, держим, держим, держим его. Попасть не попали, к моему большому сожалению. Ясно, заряжайся. Давай. Этого ему хватит. Командир. Здесь тогда... ...ползем дальше? Да. Даже уже не в тихом режиме. Мы здесь и так достаточно шумим. Китсуно, уходим отсюда? Потому что мне здесь понадобится просветить вот эту вот... ...дверку. Звезда, давай чуть поближе. Добиваем его. Чтобы он мне не мозолил глаза. Здесь открытая местность вроде как миновала, поэтому движемся дальше... ...стандартным путем. Ястреб мне бы, конечно, сюда бы стянуть. У нее винтовочка... ...снайперская. Ей здесь будет видно куда как больше. Так, звезда чуть поближе. Техномаг аккуратненько сюда. Или оставляем свой живой щит и поползли дальше. Да, противника здесь куда как больше, чем было изначально. Это уже не просто какой-то маленький гарнизончик. Тихо. Держим здесь все на прицеле. Так. Щита тоже маленько вперед. В приседном положении. Дальше. Акейн. Камеру, пожалуйста. Что к тебе? К двери. Леопард, дверь на прицеле. Четырех кратку только убери. Команда, тоже дверь на прицеле. Кто-то здесь был. Здесь их еще полно. Кто-то здесь есть. Но вопрос, свой ли это или чужой? Камера здесь ничего не просвечивает. Камера здесь ничего не просвечивает. Леопард его страхует. Так. Это у нас какая-то помойка. Это у нас какая-то свалка. Здесь никого нет. Хорошо. Акейн, пойдем сейчас тогда просветим за стенкой. Потому что я помню, что здесь что-то было. Здесь кто-то есть? Никто здесь не светится. Так, стоп. А что у нас слышало Китсуны? Четкий звук движения. А вполне возможно, что это был гражданский, кстати. Вполне возможно. Ладно, Акейн, тогда стягиваем обратно. Штурмовое звено тоже стягиваем обратно. Здесь они нам понадобятся. Ну а что касается остальных, так, техномаг. Элли. Щит пока остается на месте. Вместе с феей. И к вам также присоединяется звезда. Вы у нас пойдете сейчас вместе с нашей группой поддержки, тубишь снайпером и пулеметчиком. И попробуйте там кого-нибудь с севера зацепить. Так, все, все стихий режим, переходим. Служу, командир! Здесь товарищи штурмовики чуть поближе. Только прилягте, пожалуйста. Черт его знает, кто там еще у нас окажется. Так, давайте, ребята. Это кто там куда пополз? Совсем что ли? Обкурились. Так, хорошо. Техномаг на позиции. Леопард, если что, здесь на позиции. Здесь мы никого и не светим. Это не означает, что здесь никого нету. Хорошо, идем тогда сюда. Здесь попробуем провести разведку. Фея тоже пошла. Пользоваться гражданским как живым щитом. Он у нас сегодня работает таким образом. Здесь я никого не вижу. Что достаточно хорошо. Здесь наши ребята тогда. Все по-тихому. На исключении техномага, правда, что он принялся шуметь. Ключ. От чего ключик, не знаю. Так, хорошо. Подходим поближе. Немножко подходим поближе. Я не знаю, с какой стороны ждать кого-то из противников. Такс. Теперь. Как мы можем поступить? Техномаг, пойдем-ка сейчас сюда. Сейчас в этот бар мы залезем. Вместе с Ястреб. И сможешь оттуда, если что, корректировать ее огонь. Я тут. Марса тоже можно подтянуть маленько поближе, раз уж противник к нам уже не суется. Это хорошо. Ястреб. Давай тоже через разбитую витринку. Все, аккуратно за бильярдными столами поползли. Головы пока не поднимаем, потому что, черт его знает, кто там у нас еще остался. Здесь. Товарищи. Ну, оказывается, здесь больше никого не засекла, поэтому вполне возможно, что здесь уже никого и нету. Но я могу и ошибаться. Тем более, камера-то сильно уже и не показывает здесь ничего. Так, теперь тогда. Я слышал шум. С севера. Щит слышал. Ну, это гражданские. Хорошо, ладно. Э-э-э-этих я могу понять. Хорошо, тогда штурмовики у нас поползли вперед. Четкий звук движения. С северо-востока. Техномаг. Понятно. Гражданский. Тогда поползли потихоньку вперед нашими штурмовиками. За эти стульчики. Зачем ты ее открывал? Я, конечно, не совсем понял, но, походу, я опять мискликнул. С севера. Гражданский. Здесь пока разворачиваемся. Здрасте. Хорош. Хорошо, я не стал так вот разворачиваться, потому что он сидел здесь с кинутым, и если бы я сейчас разворачивался, мне бы очень сильно прилетело. Китсуна, уйди отсюда. Щит аккуратно сюда. Здесь. Или пара шагов вперед. Здака подстраховка. Ястреб, давай-ка сейчас за этот злополучный диван. Видишь кого? Слабо видишь, слабо. По крайней мере, мы знаем, что здесь я никого не вижу пока. Сейчас мне будет больно. Нормально. Я думаю, будет хуже. Я думаю, будет хуже. Но у него УД не хватило. Это замечательно. Держи. Идем налево. Ага. Так. Срочно. Звезда, паси здесь. Нам необходима будет помощь. Я тут. Техномаг, подходим тоже поближе. Я им рэдди. Ястреб, скидывайся. Ага. Марс, иди сюда. Я надеюсь, что он был один-единственный, потому что если... Здесь окажется еще один, или будет очень-очень больно. А мне бы этого не хотелось. Здесь перекатом маленько в сторону. Так, никого. Пока никого. Здесь тоже никого. Можно сюда каким-то образом забиться за эту машину, что я сейчас и сделаю щитом. И тоже подтягиваться. Я слышал его. Титсуна пока на месте. Так, еще одно чудовище. Прижать ее. Отлично. Бинго. Бинго. Джекпот. Так, хорошо. Элик, давай маленько назад. Ты у нас, бедняжка, что-то совершенно незаслуженно получила. Ага. Здесь пока с этой стороны не открываем огонь. В принципе, сюда я сейчас подкину ястреб. Ну, а техномаг у нас сместится немножко в другую сторону. Так, что там здесь? Как видно, хорошо. Ну, хреново, хреново мы здесь видим. Ну, ладно. За неименем лучшего пока что мы не высовываемся. Дальше. Леопард потихоньку двигается вперед. Так, хорошо вижу его. Но он, походу, еще не понял, что мы здесь. Тогда вскидываемся. Куда он там? Нас он здесь не засечет. Команда тоже чуть поближе. Щит и Фея. Пока остается на месте. Походу услышал маленько. Опа, 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 опа. Так, ладно. Местная баба меня здесь не очень волнует. Меня волнует стрелок. Молодец, уложила. Так, давай-ка сейчас выпустим вперед Марса. Пускай он ее грохнет здесь. С бедра. Даже если не грохнет, он хотя бы ее падает. Ну, неудивительно. Тогда надежда на техномага. Элли, давай чуть назад. Здесь. Стрелять, ну, конечно, опасно. Он сейчас за гражданским, и он пока не шевелится. Ладно, пускай сейчас смотрит в нашу сторону. Не будем пока себя демаскировать. Что не так с этой мышью? Поползли дальше. Фея тоже сюда. Скинулся. Подвинулись. Хорошо. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Так, насколько ты нас видишь? Ну, если мы сейчас начнем стрелять, ты поймешь, что мы здесь. Но, пока мы для тебя здесь в мертвой зоне. Пока что. Дальше. Элли, чуть назад. И бинтуйся. Ты сегодня счастливица. В смысле, недостаточно, ЛД. Ты что, спятил? Походу, опять какой-то баг. Так. Добивай ее. Хорош. Марс, переходи сюда. Гопарь. Ну, гопарь, ладно, гопарим. С гопарем мы сейчас разберемся. Звезда, огонь. Хорош. Ястреб тоже отсюда. Полетела, моя пернатая, полетела. На следующем ходу начнем тогда по этому стрелять. Четкий... Стоп. Какой четкий голос, кто слышал? Команда. С востока. Ааа. Ага. Здесь где-то. Понял, принял. Огонь. Молодец, уложил его. Думаю, он подохнет. Слушаю, командир. Так. Команда, давай сюда сейчас за эти... За лавочки. Yes. Фея тоже ползком за эти стульчики. Здесь посечем коридор. Потому что хрен его знает, кто там у нас еще остался. Пока разворачиваемся. Так. Ястреб. Стоять на месте. Здесь у нас кто-то был. Где-то здесь. Но пока еще неизвестно, там он или не там. Звезда укладываемся. Техномаг, иди-ка сюда. Будем сейчас сечь эти тылы, если что. Или пока перевязывается. Так, Яцуны пока остаются на месте. Будем выискивать засадников. При помощи нее. Откуда? По кому? Я слушаю. Где-то отсюда. На подавление бил. Значит, он нас не видит. А вот сейчас он нас увидел. Судя по тому, что был такой кратенький перехват, он нас здесь увидел. Но его не видим. Попробуем тогда сами сейчас по нему шмальнуть на подавление. Кому-то прилетело. Еще. Чтобы сильно они там не рыпались. Звезда, пошел, 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 пошел. Эля перебинтовалась. Замечательно, девочка. Ты сейчас у нас и будешь пасти тылы, в то время как... А, нет, техномаг будет у нас в тылах. Эля сейчас хлебнет водички. На следующем ходу тоже хлебнет и побежит дальше. Точнее, она даже сейчас подвинется. И тут никого не видит. А если так? Здесь тоже никого. Давай-ка тогда в тихом режиме поползли сюда. Наши штурмовики поползут сюда. Щит на эту позицию. А, вон он. Китсуны слышала с запада стоять. Я слушаю. С запада. Не, это гражданский, скорее всего. Да это бред, что здесь еще кто-то остался. Ну да, это гражданский, все нормально. Так. Эти у нас бегают здесь. Значит, надо срочно переходить в тот самый магазинчик. Так, продолжаем тогда шмалять на подавление, чтобы они там особо не упендривались. Пусть, пусть, пусть. Пусть их внимание отвлечется. В то время как штурмовая группа зайдет с задницы. Щит здесь никого не видит. Все хорошо, все вполне в норме. Техномага, давай сейчас сюда маленько. Или еще бутылочку. Все, подходим поближе. Звезда. Поджимайся сюда. Не высовываются. Хорошо, они сейчас не высунутся, потому что они заняли свою оборону здесь и будут, скорее всего, смотреть этот самый сектор. Но наши штурмовики уже готовы. Так, команда, давай сейчас сюда аккуратненько. Леопард, дробовик тоже в зубке. Он сейчас тебе понадобится. Вместе с командой сейчас выкатит здесь. Так, аккуратненько сразу разворачиваемся. Выкатывайся, команда. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. Очень нехорошо. Вот второго я здесь не ждал. Третий? Нет, ну третьего-то я видел. Ладно, давай тогда по этому сидячему. Самому оборзевшему. Не ждал я, что здесь будет еще один. Не ждал. Мой штурмовик пострадал. Так. Ликвидируем этого. И здесь у нас сидел. Уходим. Обидно, обидно. Очень сильно обидно, конечно. Ну ладно, ничего страшного. Самое главное, что мы там уцелели. Щит, перемещаемся. Там был еще один. Но я второго здесь не ждал. Я знал, что здесь один. Ну максимум двое. Но чтобы их там трое было, это что-то новое. Видать, совсем боятся. Тихо, 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 тихо. Игра. Нифига себе он там обнаглел. Элли выжила. Звезда контужен. Че происходит? Они все там, что ли? Элли живая? Ну, должна быть. Должна быть очень живой. Нифига себе, мои дорогие товарищи. Это ж сколько вас там? Бежим. Где ты там? Серьезно, нам сейчас очень повезло, что прилетело все неаккурат в Элли. Поскольку если бы прилетело прямо в нее, я боюсь представить, что было бы. Опасно. Так, отходим, 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 отходим. Отходим, назад. А, вот ты вот, скорее всего, и шмалял по мне. Держи. Нифига себе. Да, явный гарнизон здесь хороший. Как и обычный. И сколько их здесь еще неизвестно, к тому же. Так, один точно вот тут. Здесь, скорее всего, их... Скорее всего, их тут было двое. Потому что, ну, не мог один. Согласно всей логике, один здесь не мог. Просто умудриться, прошмалять. С гранатомета и прострелять. С автоматической винтовки. Так. Пошел нафиг отсюда. Назад, 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 назад. Кейн, давай сюда. Щит пока на месте. Так. Это, скорее всего, тот самый, которого мы не добили в первый раз. Где ты? Так, вот она, я тебя вижу. Промазали. Жаль. Фея, пошла. Давай с трех... С четырехкратки. Готов. Так. И ты был не последний, еще кто-то остался. Команда, винтуйся. Тебе еще штраф в Клофости впаяли. Ну, ладно. Ты у нас штурмовик, ты у нас тяжелобронированный. Ладно, с этим-то мы разберемся. Дальше. Щит пошел. Ну, остальные сейчас заныкались. Надо их выцеливать каким-то образом. Все, Элли у нас повоевала. Уходим отсюда в тыл вообще. Я слушаю. Здесь. Звезда подранена. Я его, конечно, не рискну сюда вытаскивать. Марш, чуть ближе. Хорошо. Сейчас что-нибудь придумаем. Марш, все, уползаем. Ой, фу, звезда, уползаем тоже на перебинтовку. Ну, конечно, хреново от такого-то близкого разрыва. Я бы удивился, если бы не было хреново. Однако хорошо подловили. Так, хорошо. Здесь тихий режим. Щит тоже по-тихому. Команда. И Элли у нас отходят, как тяжело раненые. Здесь в погрузочной-разгрузочной будете тусоваться. Да ты пошла. А, ну ладно, если так аккуратненько, без палева, то хорошо. Я еще вполне смирюсь с этим. Хм-хм-хм. Здесь держим дверь на прицеле. Погоди. Пока все держим на прицеле. Так, щит пошел. Так, здесь у нас что такое? Ага, типа диспетчерской, понятно. Здесь никого нету, хорошо. Так, щит, тогда держи вот эту дверь на прицеле. Черт его знает, кто там окажется. Фея, Леопард, аккуратно пошли. Он, скорее всего, сейчас смотрит в эту сторону. Теперь надо очень осторожно. Куда? Я же тебе говорил, совсем чуть-чуть вперед пройти, а не настолько ломануться. Так, теперь. У нас здесь два опасных направления. Либо вот здесь вот, либо вот здесь вот. Я слушаю. Окей, ну иди сюда. Сейчас попробуем просветить этот самый угол. Если за углом здесь никого нету, то, я думаю, мы выдвинемся в обход вот здесь. Если же здесь кто-то есть, то мы выдвинемся в обход, действительно. Если здесь никого нету за углом, то мы пойдем ликвидировать бойца, который, скорее всего, засел здесь. Остальные пока остаются на месте. Звезда у нас еще воевать может, поэтому его тоже на передовую. Марс чуть назад. Можно попробовать ястреб, чтобы она проползла потихоньку здесь. Ну, не знаю, получится или нет. Давай рискнем все-таки. Окей, чуть поближе, вот сюда. За свет. Никого не вижу. Никого не вижу. Значит, фея идет сюда. Леопард идет сюда, аккуратненько. Открытая дверь. Здесь кто-то может быть. Так, дверь на прицеле. Теперь я пошла аккуратненько. Ястреб у нас проползла, все хорошо. Где он там? Он, скорее всего, около столов или где? Хреново, что не показывается, сколько у вас тут осталось. Так, четырехкратку вырубить, пожалуйста. Дальше. Не видно. Мы, конечно, видим все более-менее относительно нормально, но больше я здесь никого не вижу. Хм. Окейн, пойдем? Нам понадобится твоя помощь. Фея, аккуратно вперед. Ага, вот он сидит. Да, я и говорил, что он здесь не один был. Что, больно? А ты прикинь-ка, кого мне, когда ты во мне шмальнул со своего гранатомета. Все, здесь никого, хорошо. Никого тут нету. Откуда? Где-то здесь. Где-то здесь. Я слушаю. Я слушаю. Как же я люблю эти кряпые... Да. Эти кряпые пиксели, которые я нихрена не пойму. Можно ли сюда бежать или нет? Ну, мы хотя бы того напугали, хорошо. Леопард назад. Yes. Фея, прячься. Yes. Я не понял, это что, еще не все, что ли? Походу, не все. Уроди, за каждым углом, а. Тихо, потихоньку. Ага. Где-то отсюда. И не поймешь, то ли здесь есть проход, то ли его там нету. Хотя, погоди. Кому ты там лупишь? Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Нет, нет, я как бы... К тебе аккуратненько так вылезти, чтобы тебя подсечь. Поганца. Ведь еще все так расположено, что я вот катаюсь так вот без... Без каких-либо нормальных, адекватных реакций на это все. Так, ну этот где-то здесь, пока приляжем. Попробуем сейчас в обход пойти вместе с Марсом. Я тут. Техномаг пока остается на месте. Единственное, что вот мы сейчас так вот развернемся. Я слушаю. Я слушаю. Так. Значит, по крайней мере, мы знаем. Один здесь, один вот тут. Так, 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 пошли. Потихоньку. Жизнай, Марс у нас здесь. Для начала тогда сейчас убьем вот этого засранца. Который здесь у нас тусуется. А затем... Хотя подожди. Леопард, поползли отсюда. Сейчас пойдем в обход тогда. Раз уж здесь есть противник, Сейчас мы пойдем в обход. Все, пошли. Ну и здесь двое. Больше никто активности не проявляет. Ненужной. А нам здесь другая нужна и не... А нам здесь другая не нужна. И затем... Ага, вот здесь он где-то сидит. Здесь в проходе где-то валяется. Я вот не знаю, правда, смотрит ли он в нашу сторону или нет. Давай-ка сейчас чуть назад. Так, полночь. Автосейф мне, конечно, очень сильно сейчас нужен. Да, 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 да. Хорошо, хорошо, спасибо. Так, ну что, тогда перекатываемся. Это шобла беспредельщик. Да, он смотрит в нашу сторону. Сюрприз. Ну вот и поговорили, Рэмбо Хиро. Не оставляйте тыл... Незащищенным. И это еще был не последний. Ха! Я же обожаю это все. Не понял. Отсюда? А ты откуда здесь взялась? Не вопрос. Держи. А! Я не понял, сначала промах. Но вопрос, откуда ты здесь взялся, я тоже ни хрена не понял. Очень странно. Ты откуда здесь вылез? Так, ладно. Пошли аккуратно вперед. Будем даже шуметь немножечко. Не надо мне эту кнопку трогать. Сколько у вас здесь еще? Я действительно не понял, как он там оказался. Вполне возможно, он там прятался просто либо за прилавком, либо он выбежал отсюда. Но больше у меня логичных обоснований нет. Да, долгая зачистка здесь действительно, как гарнизоны ребята тусуются. Так, хорошо. Движемся дальше. Потихоньку. Так, Леопард, держи дверь. Щит, держишь здесь, проход. Китсуна, пойдем посмотрим, кто здесь есть в помещении. Никого пока. Так, хорошо, здесь я никого не вижу. Держимся дальше. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Следующая дверь. С востока. С востока. Я тут. Те хрен его знает. Ну ладно, мы пристанем. И поддержим здесь все на прицеле. Дальше, раз уж здесь мы тогда разобрались с этим чудовищем. Звезду тоже оттягиваем. Равно как и Марса. Кстати, а ястреб сможет ли заметить того, кто здесь он по нам шмалял? Если сможет, это будет замечательно. Дальше. Никого. Ага. Здесь сидит. Занимаем места согласно указанному билете. Скидываемся. Открывай. В голову. Готов. Щит, держи здесь, на прицеле. Это мое маленькое заныкавшееся чудовище. И это еще не все. Ай. Как говорил... Павлин Лэйшень. Ну сколько мне еще раз придется убивать эту дебильную банду? Здесь точно так же. Сколько их мне еще придется пристрелить, чтобы наконец-то игра отрапортовала, что здесь все чисто? Так, держим здесь дверь. Я слушаю. Здесь никого. За углом вроде как тоже. Честь имею. Ну не знаю. Я слушаю. Помещение никого не вижу. Прямо за углом тоже. Я! Я слушаю. Рискнем тогда. Держи здесь все на прицеле. Леопард, давай, перекатываем. Выходи. Да, в коридоре здесь никого. Я! Честь имею. К дверям. Здесь есть еще одна, конечно. Подходим, подходим, подходим. Здесь ястреб почти на позиции. Давай ее сюда. Попробую здесь кого-нибудь засечь. Так, Окейн, ты кого-нибудь здесь видишь? Никого. Честь имею. Леопард, давай тогда поближе. Щит тоже чуть-чуть поближе. Да? А ну тихо. Это что там было? Слышал? Гражданские. Здесь никого. Так. Это он либо в помещении, либо он здесь сидит. Ястреб на позиции. Стрелять она по нему не может. Значит, он, скорее всего, сидит в помещении. Да? Я слушаю. Я слушаю. Так, хорошо. Еще одного мы здесь нашли. Честь имею. Пока держим все здесь на прицеле. Сильно нарожен, не вылазим. Я слушаю. Здесь ничего не видно. Так, ну давай попробуем сейчас мы вылезти. Да? Если окажется, что он действительно в помещении. Да, он внутри. Я! Значит, пока мы его трогать не станем. У нас проблемы. Я слушаю. Хорошо. Пока мы его не трогаем. Я! Здесь скидываемся. Честь имею. Тут никого. Честь имею. И выйти туда. Оттуда, точнее. Я тут. Мы его сейчас прихлопнем. Техномага тоже мы подтягиваем сюда. Теперь осталось проверить вот эти два помещения. Но он не последний. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Я слушаю. Дальше. Возможно, здесь кто-то в открытой двери сидит. Здесь тихо, пусто, никого. Замечательно. Движемся дальше. Давай, сейчас тогда обоими я вас сюда пошлю. Это что там было? Слышал? Да перестань меня пугать. Ну где один, там и двое. А нет, он ни хрена не в помещении. Он сидел здесь за колоннами. Держи. А это от меня персонально. Так. Я. Кто еще остался? Что это? А, это такое вот помещение. Я. Последний здесь. Я. Я вот больше... Я даже предполагать не буду, он здесь сидит. Да? Я слушаю. А я-то думал, здесь он в помещении сидит. Ну-ка. В смысле нет? В смысле он не здесь? Ну, игра показывает, что он где-то тут. Может быть, он здесь сидит? Нет. Хм. Забавно знать, что он где-то тут должен быть. Но я его здесь не вижу. Либо он у дальней стены. Либо я что-то не знаю. Так, хорошо. Ястреб, поползли тогда. Звезда с тобой. Техномаг тоже. И у нас подойдет сюда поближе. Китсуне форма осталась в ее рюкзаке. Можно будет попробовать через рюкзак его найти. Может быть, здесь есть окна, и мы просветим его здесь. Не видно. Я слушаю. Хорошо. Пойдем тогда сейчас по дальнему пути немножечко сейчас обогнем здесь все. Потому что к этой двери я подходить как-то... Ну, не совсем хочу. Он может нас здесь запалить. Мы сейчас аккуратненько обходим сюда. А ну тихо. Это что там было? Слышал? Перестань обращать внимание на гражданских, пожалуйста. Сейчас попробуем здесь его просветить. Через эту стенку. Я слушаю. Так, техномаг у нас здесь. Давай-ка мы его сейчас сюда, за эту колонну отправим. Где-то внутри. Он может, конечно, и здесь тусоваться. Но я сомневаюсь в этом. Все, тихо ложимся. Дальше ползком. Забавно. Я-то думал, что он здесь внутри сидит. А оказалось, просто дверь открытая. Но здесь я его не увидел. Хотя он может и здесь сидеть. Да что за... Так, ладно. Здесь я его не свечу. Ну, здесь стекол нету. Значит, мы можем здесь спокойно в сидячем положении сидеть. Находиться, точнее. Ха. Вот он, да. Как я и сказал, это чудовище сидит у нас и пасет дверь. Насколько ты хорошо увидишь-то? Тренируешь, что ли, сынок? Я слышу. Ты, может, его и не так хорошо видишь. Такс. Как нам тогда с тобой поступать-то? Давай, я сейчас Марса тогда стяну сюда. Попробуем прострелить хотя бы эту самую дверь. Ага. Так, так. Мы, если что, его видим. Все, замечательно. Хорошо. Я слушаю. Думаешь, всех положили? Наверняка тут еще кто-то по углам шхелится. Пойдем. Вот это вещь. Я тут. Так, вариант. Можно будет попробовать еще 6 на 35 его прострелить. Что я и сделаю. Занимаем тогда свои места. Он нас здесь не должен увидеть, так что, если что... Мы готовы. Так, вырубаем режим скрытного передвижения здесь тоже. Здесь тоже пока вырубим. Тихое перемещение. Может быть, он сейчас отвлечется на нас. Так, ну что? Не отвлекся. Не знаю, прострелим, не прострелим? Камень. Не простреливаем. А нет, может, смотри, прострели. Стамину ему коцаем. Давай. Без отсечки. А вот 6 на 35 уже его не прошибают. Суровые русские пули. 7,62 на 39. Точнее, 7,62 на 51 пробивают. Точнее, 7,62 на 54. Пошли. А, он в туалете еще и заныкался. И почему я этому не удивлен? Дорогой ты мой элитный туалетчик. У нас проблемы. Ну хорошо, раз уж ты заныкался в туалете, тем более гражданская отошла. Да ты меня тренируешь, что ли, сынок? Пойдем. Ну, не убили. Посмотри-ка на него. Дай его, дай. Еще. Все, теперь он отсюда никуда не рыпнется. Решил в эту сторону развернуться. Ну, это ты, конечно, зря сделал. Открывай. Чего? Я сколько тебе стамины сбил, и чтобы ты по мне еще и попадал? Ни хрена себе ты умный, а? Держи. Обожаю, когда противники такие вот туалетчики. Заныкаются. И ни хрена их оттуда не выперешь. Без камеры, по крайней мере, уж точно. Без ущерба для себя тоже. Ну, подводим итоги. Достаточно затянутый штурм у нас вышел. Однако, как выяснилось, противник обладал здесь уже, скажем так, полноценным гарнизоном. Да, достался нам еще один джевелин с ракетами, что достаточно замечательно. Против танка. Достался нам ПБ, который на этом прогрессе уже ни хрена ничего не решает. Но, тем не менее, еще один шмель. РПГ-7. В принципе, неплохо мы сейчас прибарахлились против танков. Хотя танк мы уже вынесли. Абакан еще один. Но дальше уже разберемся по ходу. Что нам здесь досталось? Видеокассета. Старая видеокассета. Стандарта. Лоретта в шортах. А, ну, понятно. Это из классической. Джейгит Эллиенс 2 у нас здесь осталось. Так, теперь. Остался у нас ключик, который я сейчас отдаю нашему технику. Итак, подводим свои итоги. Ну, противник заставил меня понерчить. Заставил. Особенно с Джавелина. Если бы это была бы какая-нибудь противопехотная винтовка. Точнее, это была бы противопехотная ракета. Ребятам пришлось бы туго. А так, отделались мы двумя тяжелоранеными. Но теперь мы останемся в Роксе, как я и планировал. И будем пытаться закрепляться. Сейчас тогда пылесосим сектор. Смотрим, что здесь вообще есть полезного. И на этом эта серия будет завершена. Пока. Пауза. И, к моему большому удивлению, в этом секторе метро не найдено полезного абсолютно ничего. Ну да, в этом магазине у нас был найден глушитель НРА для снайперской винтовки. Если я правильно понимаю. Рефлектор 5.5, пламегаситель. Аптечки были найдены обычные, не медицинские сумки. Ну и в этом помещении у нас была найдена сумка для гольфа. Все, больше ничего полезного здесь, к моему большому сожалению, нет. Тем не менее, теперь мы получили сообщение с нашим городом Дрейком. Отсюда можно перебраться в Дрейк, если я правильно понимаю. И, наверное, на этом эта серия будет завершена. Еще раз смотрим все трофеи, которые нам удалось достать. Да, мы достали себе РПО Шмель. Еще немножко денег мы себе достали. Достали мы себе Джевелины, что достаточно хорошо. И ракеты для него. Ну и подведем итоги. Ребята, молодцы. Конечно, без тяжелых ранений не обошлось. Но это для таких, скажем так, стесненных для маневра секторов. И для такого количества бойцов это вполне естественно. Самое главное, что все выжили. И это замечательно. Ну что, что касается Скаров. Винтовки показали себя на оценку хорошо. Если бы их еще швыряло не так, как пьяных. Ну, ладно, уже воздержимся от ассоциаций. Но винтовки показали себя на оценку хорошо. Ладно, на этом я сохраняюсь. И эта серия считается завершенным. С вами был Блэквинг. И всем до новых связей, комрады. Удачи в боях.